Мы сейчас вообще являемся учебником по негативным эмоциям. И каждая из них – это отдельная статья наших расходов. Мы тратим на наши негативные эмоции свои силы. И вот самое главное, что нужно понять, когда мы оказываемся в ситуации неопределенности, в ситуации такого острого тотального стресса, в котором оказались все мы, из-за изменения условий жизни, которые будут только увеличиваться, самое опасное – это начать тратить силы драгоценные, которые вырабатывает наша психика, на эти негативные эмоции. Если вы тратите свои силы на страх, вам кажется, что это осмысленно, потому что вы же боитесь, вы спасаетесь. От чего? Вот от чего вы сейчас пытаетесь убежать, когда пытаетесь справиться, отдаться своей тревоге, своей панике, своему ужасу. Вам кажется, что если вы раздражаетесь, то это оправданно, потому что вы сейчас что-то проломите. А что сейчас можно проломить, понимаете, кроме головы? К сожалению, негативные эмоции пожирают наши силы и не только жрут их, хотя мы могли бы их собрать и начать инвестировать в собственную жизнь. Негативные эмоции еще и приносят нам дополнительные издержки, потому что у нас портятся отношения с другими людьми, у нас ухудшается наша работоспособность, у нас ухудшается способность мыслить, принимать сложные решения, потому что страх, агрессия, это все приводит к сужению нашего сознания, и мы не видим ситуации в их всей полноте. И ко мне сейчас спрашивают, что делать с негативными эмоциями. С одной стороны, я по поводу каждой из них, как вы понимаете, могу прочитать лекции. Более того, у меня есть лекции по поводу каждой эмоции и что с ними делать, и откуда они родятся. Но сейчас не время как-то совсем в какие-то детали входить. Сейчас важно решать ключевые, самые главные, самые такие принципиальные вопросы. И главный принципиальный вопрос, связанный с эмоциями, который сейчас перед нами стоит, это назвать их по именам, просто принять. Это нормально, что вы можете сейчас бояться, тревожиться, испытывать внутреннюю какую-то прям ненависть, злобу и так далее. В ситуации стресса это нормально. Вы должны только понимать, что вы чувствуете, называть это, потому что после этого вы переходите к следующему этапу. Следующий этап, после того, как вы поименовали собственные эмоции негативные, это определение, насколько эти эмоции могут вам реально сейчас помочь. Я не против страха, я не против гнева, я не против вообще чего угодно, если оно вам помогает. Задача этого второго этапа, на самом деле, осознать бессмысленность этих страхов, а точнее их вредность и губительность. И когда вы это для себя поймете, вы переходите к третьему этапу. Вы говорите, так, значит, бояться уже бессмысленно, злиться толку не будет никакого, только себе, что называется, наживу дополнительных неприятностей. Как я могу конструктивно потратить свои силы? Во что я сейчас могу свои силы инвестировать? И оглянуться вокруг. Обязательно оглянуться вокруг. Вокруг вас другие люди, которым тоже плохо, которым тоже больно, которые тоже испытывают негативные эмоции. Вы можете оказать им помощь и инвестировать таким образом свои силы в отношениях с ними. И очень важно начать инвестировать сейчас в вашу работу, в то, чем вы заняты. Вообще любая последовательность, последовательность, настойчивость ваших действий, любое ваше стремление, в котором, как бы сказать, есть созидательное начало, это сейчас будет очень хорошей инвестицией в ваших сил. И третье. Оглянитесь на самих себя. Вы живы. Значит, жизнь продолжается. Да, непросто. Да, есть всякие разные внутренние переживания, проблемы и так далее. Но у вас есть ваша жизнь. Есть вы сами. И вы нуждаетесь в заботе о себе. А заботиться о себе – это не бояться непонятно чего. Ну, понятно, но читая новости, приходя от них в ужас, вы о себе не заботитесь. Вы себя дополнительно травмируете. Получая вот эту избыточную негативную информацию, вы засоряете свой мозг кровью, взрывами, дефолтами и прочей мутью, от которой вам становится только хуже. Поэтому моя просто человеческая просьба – ну, давайте позаботимся о себе, ограничим поступление негативной информации, начнем взаимодействовать с другими людьми, предпримем усилия для того, чтобы делать нашу жизнь дальше в этих очень непростых условиях, поддерживая друг друга, одобряя друг друга и веря в то, что это обязательно в какой-то момент приведет… Ну, это же в любом случае как-то закончится эта система ситуации неопределенности. И там будет жизнь. И ну, давайте мы ее как-то себе заложим туда в подкорку. Не ужасы, а вот это. Там будет нормальная жизнь. А сейчас мы просто должны друг другу помочь. Позаботиться о себе, позаботиться о других, позаботиться о том деле, которым мы заняты. И это даст вам ресурсы, которые сейчас в стрессовой ситуации вырабатываются в вашем организме в огромных количествах. Но, к сожалению, большая часть людей или просто расходуют их силы, или приводят к тому, что их жизнь лишь ухудшается из-за страха, тревоги, раздражения этого внутреннего, недовольства происходящим. Мир – сложная штука. И сейчас не наша задача его как-то четно с ним сделать. Сейчас задача – каждый конкретный человеческий мир максимально защитить и дать ему шансы на счастливое будущее. Не сразу, не сейчас, но идти мы должны именно к этому.